Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем смотреть за аматорской серией с ЛТВ. У микрофона сегодня Антон Уберкиселёв. Мы смотрим за встречи двух команд из России. Binary Dragon и XGWay. Карту, как я понимаю, начеркали у нас Binary Dragon. Смотрим мы сегодня за Миражом. По составам давайте, наверное, сразу же пройдёмся. Binary Dragon или сокращённо BDRG. Как-то вот немножечко в духе Вонни. Но не суть. Джереми, я красотка, он же Бенни, Рубик, Хьюджин и Тефра. В XGWay сегодня у нас играет Hotline, Wheels of Steel, Вид, Флэшка и Гун. Ждём, когда команды будут готовы начать пистолетный раунд. И возвращаемся непосредственно сразу же в игру. Следующая у нас игра будет между командами Binary Dragon и Monnit. После этого мы посмотрим за последней игрой в этой группе между белорусскими NECA и Binary Dragon. На которую, скорее всего, ко мне залетит мой коллега Артур Биван Величко. Ну, а пока давайте посмотрим за пистолетным раундом. Что у нас и как будет происходить. Сразу верно по позициям пройдёмся. Что, ну, Binary Dragon, видимо, решают сразу играть. А, ну, потом мы посмотрим, что они будут делать. А вот XGIF играет как? Вид играет у нас в миде, Флэшка играет Бежик Джанглу, Ходлайн на Дели Пани, Wheels of Steel на белом и Гун саппортит ему в шарте. Пошла у нас раскидка плента. Давайте сразу посмотрим, как что упадёт. Закрывается вообще моментально всё, все позиции. Отличная раскидка. Никакой просто претензий, нет никаких стрельбах. Юджин ставится плентом. У нас непосредственно смок Тефра флэшки. А защита БК ничего не может сделать, абсолютно. Поставили плент и отличная позиционная игра в исполнении у нас команды Binary Dragon. Поставили плент, оставили лишь одного на Бене в пленте. Остальные просто разноточились по точкам. First Blood, Джереми, минус флэшка. Джереми, ещё минусы. Минус гун. То есть, разминивай Джереми. И Бене, союз один в пленте. Ой-ой, какой головошот. Опасная игра у нас от команды Binary Dragon. Юджин минус Ходлайн. 0-1. Первый пистолетный раунд в исполнении команды Binary Dragon. Что могу сказать? Пока это, наверное, лучшая раскидка, которую я видел в этой... В этом сезоне. Мотовской серии. Закрыли смоками. Вообще всё, что можно было закрыть и нельзя. Красный ящик. Дальпан. Джангл. Головы. Зашли, поставили плент. Ушли. Замечательно. Лишь бы теперь остальные, как бы, моменты были таким же. Смотрим дальше. Что у нас? Поджим не да. У нас в исполнении команды XGIF. Атака быстро летит на B-плент, который пустой. Вот как-то себя сейчас ребята, по-моему, сами обманули. Занимается плент. Атака понимает, что там никого нет. И защита будет его выбивать. Хьюджин. Стрельба, зажим. Хьюджин. Хьюджин, Хьюджин, Хьюджин. Аккуратнее нужно играть. Нельзя давать девайсы просто так противнику. Подсадка, но нет. Хьюджин, этого ждал. Минус флешка. И заходит сзади. Хардлайн играет с кухни. Джерми минус гун. Рубик. У Рубика последние два игрока находятся. Так, 9 или Рубик? Так, 9 стрельба. Нет, Рубик. Рубик. Опасно. Минус вид. И нет. Вилсов Стилл забивает нас. А Рубика на коврах. И после этого раунд уходит в копилку команды Банери Дрэгон. По дигам давайте быстренько посмотрим и по фрагам. Фраги пока, конечно, не самое главное. Только второй раунд открыло. Тем не менее. Деньги 6-5. Джерми, Тефра 5. Хьюджин 3-8. Было Бенни 5-5. Рубик 5-1. Вилсов Стилл 3-2. Хатлайн 3-2. Вит 3-4. Флешка 2-6. Гун 3-1. Нужно экономить. Денег нет. Поверяются диглы. И что? Что делает атака? Дифенс пока по-прежнему играет несколько агрессивно. Есть 2 игрока. Даже 3 игрока у нас в миде. Хатлайн поджимает мидл. Я лишь один гун должен принимать сейчас этот быстрый выход на Б-плэнд. Гун по 20... Нет, 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 нет. По 250 не спасает. Такая ситуация. Армора, конечно, не было. Но первую пачку можно было дать. А флешка что? Флешка завис? Нет? Нет, вроде не завис. Вит. Вит Сальбарф. Вит. Минус Тефра. Отлично. Пока-то сегодня он парит по 250. Минусует у нас хатлайн и Вит. Ахиллшин бывает вилсов стил. И лишь один или одна флешка остается с диглом и в окне. Флешка виллашет в минус Бенни. Отлично. Отличная судьба с диглом. Все бы так стреляли, на самом деле. Был бы гораздо более эффективнее и интереснее. Ладно. У нас что? У нас появляется АВП. У Бенни АВП появляется у Вит. Позиционный Вит должен играть и мидл. И давайте посмотрим, что он будет делать. В этом плане он должен выигрывать. Респаун у него была. Вит. АВП. Хорошая позиция. Сам я люблю ЗМК, когда я играю. Обычное поле прилетает тебя ровно в ноги. Но нет, дают смоук. И не играй. Там просто никто хатлайн забирает. Джеремена Морозе. И вот парень, идущий сейчас у нас в андеграунде, должен сделать свое дело. Смок-коннектор. Рубик стрельба. Рубик. Рубик. Ну как же так, Рубик. Гон нанесует Рубика. И ситуация 3 в 4. Первый закупочный пока у нас 3 в 3. Тайпер минус Вит. Гун стрельба в смоук. Агрессивная игра очень от атаки. Вот только один флешка остается у нас на планте, которого смогут закрыть с двух позиций. Гун не торопится стягиваться. А Вилсов стил пока играет аккуратненько на коврах. Пока я вижу только этот раунд в пользу Binary Dragon. Если все правильно раскидают. Так, Гун ушел на стяжку. Два игрока с коннектора. Не самая лучшая позиционная. Ой-ой-ой, какой тайминг. Чуть не поймали. Просто напросто игрока. Атаки. Флешка. Ой-ой, Гун минус... Минус Бенни. А Плент уже... Плент уже на. Хьюджин стрельба. Стяжка ушла. Нужно быстрее что-то делать. Лишь один Хьюджин остается. Хьюджин стрельба. Нет. Стрельба Хьюджина подводит. И это первый раунд в копилку команды XGIF. Вообще, как бы, так у них XGIFV. Или даже XGIFV. Но, дабы не было обидно, я бы плать их XGIF. А то, мало ли, как они на самом деле называются. Так, что опять АКМов решают не играть без АВП. У нас, ребята, из Binary Dragon. А вид по-прежнему играет с теком. Вид. Игра под ямой. А у нас, видимо, ожидает сейчас та же самая раскидка, которая была в первом раунде. Вид. Чек. Медла. Ходлайн играет в упоре. Я с ним прочеку, это будет очень-очень больно. Защита укрепляет B плент. Думаю, что это будет в их спад B. Но вид играет крайне мобильные позиции. Сможет, в случае чего, закрыть с коннектора выход с ковров. Тефра. Чек головы. Никого нет. Никого не замечаем. Пошли смоки. Выход на Аплент. Хе под ковры выходит. Также минус вид. Джерми прогресса Дельпан. И пока как-то очень пассивно играет защита. Рубик. Стрельба Рубика находит в двух смоках. Просто гун. Минус Рубик. Бенни. Игра на головах. И здесь ждут там Бенни. Минус гун. Замечает. Все, но Бенни не убивает. Вот Джерми. Минус Джерми. Минус Джерми на планте. Флешка. Вылаз. Собстилы Хатлайн. Три в три. Если по парню минус Хью Джерми. И что у нас? А теперь куда-то Алова стоять будет. Бенни тут не ждут. Бенни тут не ждут. Бенни? Префаер. Нет. Не пошло. Понятно. Он нет. Находит его голову. Все-таки уже почти на окончании всего раунда. И ставит головошот. 4-1. Уверенно. Насколько я знаю. Мираж это одна из карт. Которую. Как я понимаю. Банери Дрэгон готовили. То есть. Видно. Это по раскидкам. Видно. Это потому что ребята пытаются сделать. И. Очень неплохо. Что пока у них в атаке. Так все получается. Потому что будет в дефенсии. На самом деле. Карта очень качельная. Как мы знаем. Джерми у нас вот. Одним отрезающим. Играя сейчас в миде. Около четверки. Поджим ямами. Ёй-ёй-ёй. Как много КБ потерял Тефра. Ну нельзя так просто. Только отдавайте на такой нагло Аркадий. Да еще против ЮСПА. Моментальная стяжка всей команды на Аплент. Никто не смотрит. Б. Атака что? Решает утип от Б. Серьезно? Нет. 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 Пока стоят. Пока ждут. Тут смоки. Готовим. Смотрим. Куда у нас что полетит. Джерми. Здесь на фабрирование дут. Джерми без головы остается. И без вообще без всего. Издевайс у команды. Эксгивай вид. Гун и вылсов стил. Даже все дело принимать. Здесь смоки уходят на халпу. На голову. На дельфан. Стрельба. Фюджин минус гун. Красотка. Он же Бенни. Минус вид. И флешка играет. Один с двайсом. Вмежду. Ой. Минус рубик. Нажим. Сейчас могло быть такое. Минус два. Но нет. Нет армора. Это значит нет раунда в этой ситуации. Фюджин красный. Тефра почти полный. И вот. Вилсов все остается один разгребать эту ситуацию. Есть как бы армора. Есть 5-7. С этим можно повоевать. Знаете ли. На таких дистанциях. Вилсов стил. Аккуратный чек. Вилсов стил. Какую стрельба. Минус хьюджин. Есть пфа по нему у нас. У Тефра. Тефра стрельба. На секунду я подумал. Тефра сейчас отъедет. Честно говоря. 13 хп оставляет у нас. Вилсов стил Тефра. И это пятый раунд. Копилку команды Бенни Дрэген. Что у нас пока по деньгам. 3-3. У нас флешка. Нет. Все. Закупили. Закупили. Такой. Волевой. Можно сказать. Бай. 2 кольта. 2 фамаса. 2.50. 2 гига. 2 ядра. Игровая видеокарта. А Тефра видимо будет разводить. Сейчас у нас под Аплантом. А. Нет. Нет. Это будет смок в мидл. Да. Это смок в мидл. Один из тех смоков. Который я все хочу делать. Но я как-то не могу научиться делать правильно. Но тем не менее у Тефра он получается отлично. Есть рубик играющий в андеграунте. Защита играет как-то. Ну по-моему они сами не уверены что вообще ждать. По позициям занимают дефолты. Но вот как-то выглядит все очень не уверенно. Гун пытается разводить шарта. Но как-то тоже не получается. Гун смоу и смок флэш простите. И пока стоим на миде. Стоим на миде. А вот Тефра должен по идее этого парня. Сейчас уже чуять и слышать. Хьюджи минус гун. Рубик игра под коннектором. Рубик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет закрывать его флэшкой. Раз у меня сразу же от Джерми следует. На этой позиции Тефра минус хатлайн. В спину. Закрывают в спину. Просто напросто команду. X giveaway. Один вилсов сил с кальтом. Остается против четырех игроков в байнере дрэгон. Но хотя по хелсбарам как видно Хьюджин. Бенни красная. Вилсов сил. Находит голову. Находит просто голову человека. Но не убивает. Вилсов сил зажим. Нет. Вовремя зашедший сзади Бенни убирает. У нас был совстила. И это 6-1. Твераки пишут. ХП в пленте. Три хедшота дали. Но человек был живой. Да. Очень уверенная стрельба могу сказать. Защиты вынуждены опять экономить. Вот есть у нас 5-7. Есть у нас Дигл. П-250. Юспа. Так и читает. Из этого момента просто быстро устремляется на Б-плент. Или уже не быстро. А уже передумали. Вилсов сил. Сальба. Ходит под очень неприятную позицию для атаки. Под эту самую неприятную позицию. Как же какая стрельба происходит сейчас 5-7. 2-5-7 почти полностью разрушили команду атаки. Боже ж ты мой. Боже ж ты мой. Как так можно делать. Я не знаю. Флешка слепа стегла. Вид. Вдорвается просто в плент. Минусует Хьюджина. И один остается у нас Бенни. Против всей этой заварушки. Бенни. Здесь прямой инфань. Попадает с него Дигл. Минус 40 хп. Глок. Бурст. Бурст фаер. Бенни давай в прыжке. Как по 9-6. Но нет. Этлайн заходит сзади. И Бенни отваливается от спектатора. Ну что ж. 2-6 у нас защита. Укрепляет свои позиции. Берет второй раунд. Там атака что? Атака вынуждена экономить. 11-5. У нас Хьюджин. Тефра. 8-3. Бенни. 9-5. Джереми. 5-5. Рубик. 1-6. Не спит наверное еще Рубик. Может быть скоро проснется. Флешка. 8-6. Булсов стил. 6-6. Гун. 5-8. Ходлайн. 3-7. Вид. 2-7. Очень неплохие пока результаты у нас у атаки. Защита для своих двух раундов показывает тоже вполне себе стабильный результат. Флешка пока только вот выделяется. А защита, точнее атаку у нас выстраивается под аплэн. Так, вроде как с шифтами. Выход на Хьюджин. Ой-ой-ой. Какой молот обдают сразу на выход. Вид. Ну автодиректор. Что с тобой не так? Хьюджин. Ой-ой-ой. Уходит парень просто на соплях. В коннектор. Хьюджин. Не ждали. Вот там Хьюджин с рибаса. Ой-ой-ой. Патроны. Патроны, патроны, патроны. Нужно смотреть за этим. Мама менеджмент. Это такое. Были патроны. Мне кажется можно было бы дать минус 2. Минус Рубик и минус Т. Фрагномический раунд у нас завершен. На этом поставили плент. Дали 2 минуса. По-моему это более чем... Отличная эко. 5-7, 5-9, 7-6-3, 5-5 у нас у атаки. Это точно бай. Это абсолютно точно нормальный бай. А вот флешка берет АВП. И что решается им поиграть? Само видимо не будет дропа АВП в Виту. И что он будет занимать? Давайте посмотрим мидл. Атака под мидл у нас... Дойдет атака под мидл. А нет, флешка разворачивается под джангл. А нет, это такой вот ход конем. Давайте я сыграю через мид. Займу потом коннектор. И буду с коннектора отстреливать четверку. Ну а хорошо, ладно. Сразу пошли прострелы. У нас по всем позициям. Рубик выходит. Должен убивать АВП играющая в коннекторе. Видел откуда прилетел смок. Вычислят. Сейчас просто будут Рубика скорее всего с коннектора. Поджигается шорт. Хатла минус Тефр. Джереми минус Гун. Смоки отлично лежат в коннекторе. И вот Вилл Савстил, играющий в андеграунде. Ой-ой-ой, минус Рубик. Да, да. Медленно, медленно. И Вита тоже не ждут. Вита не ждут в этой позиции. Ребята, слышат ковры. Сейчас Вилл Савстил может подсобить саму тиммейту. Какой выход просто. Видимо была инфа. Бенни минус Вилл Савстил. И ситуация 2 в 2. Минус Хьюджин. Бенни минусует Вита. И что ж, хатлайн. Практически Майами. Против Бенни. Бенни не ждет его там. Бенни не ждет его с шарта. Бенни. Ты же сейчас получишь просто буха. Бенни. Нет. Нет, увидел. Увидел парня шарта. Решает уйти на Аплент. Дает флешку. Фейкует. Понимает, что времени не хватит. Уйти на Аплент. И просто будет ждать. Хатлайн тоже не дурак. Все по ним. А, нет. Может быть, я и ошибся. Но нет. Бенни решает уйти на Аплент. Хотя на моем месте, мне кажется, можно было бы и подождать. Потому что его уже ждут. Так. Ставят Аплент. Хатлайн. Прострелы. Ха-ха-хай. Фейк. Фейк от Бенни. Не ставил он Аплент. Просто фейканул. Аплент повелся. 7-3. Крайне грамотная игра от этого парня. По-моему, он перехитрил не только Энми, но еще и меня. Ладно. 7-3. Что у нас по дигам? По дигам у нас все пока стабильно. Стабильно. Есть, конечно, вот один дигл у защиты. Но есть АВП. Видит АВП не попадает. Он в миде. Дается флешка. Тефр. Сразу же смог в мид. Парни на стуле. Просто все флешеные. Сейчас если бы сыграл Гунту, было бы крайне неприятно. Флешка. Чекает андеграунд. Слышит противника близко, но почему не было прострелов. Непонятно. Наверное, не хочет вывести свою позицию. Андеграунд. Там обычно у нас играет Трубик, как мы помним. И сейчас если это будет за... Ай-яй-яй-яй. Хатлайн. Хатлайн. Что делает? Что делает, ребятки? Что делает? Что делает? Хухой Тефрак каким префом забирает парня. В коннекторе вид минус Хьюджон. Его нужно просто закрывать толпой. Где ему давайте делать еще один выстрел? Стоит Смоук. Вид. Смоук забирает Тефра. Ой-ой-ой. Рубик минус Хатлайн, поджимающий спину. И вот должны понимать, что парень в шарте где-то меден очень играется. Рубик не забирает Гуна. Очень важный был фраг. Надо было его делать. Гуна минус Бенни. Лишь один Джереми остается с красными ХП против трех игроков защиты. Джереми. Нет. Не ждал он парня, пришедшего к нему с ковров. И это у нас 4-7. Ну что ж, атаки, в принципе, не хватает одного раунда для комфортного ощущения себя на этой карте. Да, они как бы уже себя очень неплохо могут чувствовать. А вот в защите хотя бы еще раунда 2-3. Потом может как-то вот не очень хорошо получится. 2 АВП у нас берет, кстати говоря, защита. Появляется АВП у нас еще во флешке. АВП есть у Вита. И если флешка играет у нас под коннектором, как мы помним, Вит играет middle. А вот атака направляется в ковры. Атака вынуждена экономить. Честно говоря, мы могли бы дать, по-моему, смог опять под эскру выйти. Просто поставить там плент. Но флешка может не дать этому всему выйти. Парень под коврами, хатлайн. Сносит голову Тефра. Тут же минус хатлайн. Вит разменивает. Флешка подошла вовремя. Вит еще минус рубль. 2 АВП с этой позиции. Крайне неудобно играть. Гумиус с Жереми. И Бенни, 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 Бенни. Под коврами Бенни с тэком. Затычка мы просто флешку до смерти, как густодером. Со своего тэка. Но вот с Гуном не получилось. Плент не поставили. Дали один минус. И да, денег не очень много. Поэтому давайте, наверное, по-моему, продолжим играть экономически. Подумал играл команды Binary Dragon. Кстати, кто у них играл, я даже вот и не интересовался. И продолжают играть экономически. Пачка отправляется на B-плент. А вот Бенни будет разводящим в коврах. А флешка его ждет. Флешка его ждет. Если догадается, сейчас выйти не со второго колонны, а с первого. Какой тайминг-то приятный для Бенни. Сразу парень подходит под коннектор. Что это? Будет ап в коннектор? Ой, простите, под ап в окно. Будет ап в окно. Нет, уй, 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 спину заходит у нас. Хуже человек, что это... Нет, 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 нет. Ну, ребята, развели. Вот еще и гумб зашел из шарта. Это как-то вообще не классно. Рубик разменивает хатлайны на шарте. И Джереми с Диглом был под б коврами. Есть он по пачке, и защита добивает. Просто всех оставшихся Бенни должен сейчас действовать. Слышу, что парни на миде. Ну, там, ну, там уже стоят. Ты же слышишь, Бенни. Майн Геймс у нас на экране сейчас, дамы, господа. Уй, Бенни, стрельба. Майн Смифа в ФБ. Нет, 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 двух фронтов. Вообще, были бы, ребята, из X-Gift. Немножечко понаглее. Можно было бы даже и намного сажать в таких ситуациях. 6-7. 6-7. Защита начинает просыпаться. Защита начинает показывать зубы. Гун 13-9. Вид 10-8. Углсов стил 11-7. Флешка 9-10. И пока хатлайн тоже как-то не проснулся. 5-12. Охо-хо, вид. Сразу же минус у нас на Бенни. Где его вообще убили даже. Сейчас, когда посмотреть. Где ему, наверное, в миде хьюжен разминивается. Фу, ну-ка, поджим у нас карает цифра в коврах хатлайн. И что? Один вид остается на Апленте за своим АВП. И Гун ему халпующий. Шорта Вита сейчас почти наказали за такую новость в коннекторе. Нужно закрывать шорт. Нужно закрывать парня с АВП. На Плент. Точнее, пальчиками медленно подходит под Б Плент. Рубика хьюжен у нас играют на миде. Поджигается лифт. Гун стоит просто на пиксели, на лестнице. Пожалуйста, не хочу гореть. Не хочу гореть. Флэшка. Почти попал. Почти попал. Сатумка была интересная. Натисто флэшка в этой стенке и выйти просто под шорт. Но не попал. Рубик минус у нас австил. Поход в джангл, вид минус хьюжен. Но Рубик-то прошел. И вот он сейчас может сыграть очень хорошую роль. Если услышит парня с Далипана. Рубик. Ждай парня с Далипана. Рубик с Риба минус вид. И все. Остается один Гун, играющий шорта. С 40 хп и кальтом. Но нет, 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 нет. Джереми таких не отпускает. 6-8. Господа, первая половина у нас за командой Binary Dragon. Удастся ли защитить последний раунд? Мы сейчас посмотрим. Деньги у них. Их уже нет. Но есть девайсы. И есть раскидка. Есть 2 АВП, кстати. Смотрим, что делает у нас Атака. А что делает Атака? Атака бросает пачку на планте и уходит по дефолтам. Вид АВП мидл. Вид знает этот смок. Ждет сразу же парня. Вот в этом проходе. Рубик. Аккуратно кладется. Крадется, простите, флешка. Минус Джереми. Опять Аркада. Опять Аркада. Гун минус Рубик. Как же так, ребята. Прошло только 20 секунд от раунда. Уже минус 3. Хатлайн минус Тефра. Бенни минусует Гуна. Хьюджин минус Вит. Бенни. Сумасшедшая стрельба с АВП. 1 хп остается у нас у Бенни. По нему я сняпошу на 1 хп. Гранатов в ноги и все. И на этом Бенни заканчивается. 8-7 у нас, ребята, в первой половине. Байнер и Драгон берут эту сторону. Но многое, как вы понимаете, будет зависеть от пистолетки. По счету. Гун. 14-11. Вит. 12-10. Вилс оф стил. 13-8. Флешка. 10-11. И Хатлайн. 6-14. Байнер и Драгон. Хьюджин. 15-12. Бенни. 16-11. Тефра. 11-9. Джереми. 7-11. И Рубик. 5-12. Ну, пока у нас Хатлайн и Рубик как-то вот не могут до конца проснуться. Или, наоборот, уже засыпают. Хотя, ребята, как я знаю, все с часовым поясом МСК спать еще рано. Поэтому давайте, просыпайтесь. Мы ждем интересную игру. Как мы помним, была очень грамотная раскидка от команды Бенни и Драгон в первом раунде на пистолетке. Посмотрим, что будет делать у нас в этот раз XGIF команда. Тоже по раскидке. Раскидка есть, но не такая плотность. Она была 5 смоков, тут только 3. А тут у нас что? Бенни играет миддл. Хьюджин играет аккуратненько на форсе. Тефра. И мухлопующий на Б. Рубик. Делепан. И Джереми на головах. Ушел смок на выход с ковров. И давайте за этим посмотрим. Сразу смок моментально падает у нас. Файером поджигается дефолт. Смоки падают на выход с ямы. Джереми стрельба. Джереми минус 2 головошота. Гун. Гун, что творит этот парень? Он сейчас только что дал дабл. Нет, не дабл. Он дал сейчас 2 фрага. Но он месяц был с австилом. Не секунду напомню то, что там был дабл. Дикие фраги. Очень быстрые. Хотя казалось бы Джереми дал 2 опена. Зажимаем Джереми в джангле. Ой, неужно, простите, в джангле. И 8-8. Экономить просим. Появляется АКМ у нас у билса в стиле, у гуна вид флешка. Так, МАК-10 и Галилу Харлайна. А Дефенс пока у нас берет 4П-203. Парасидит П-50, 1-5-7 и Юсп. У билса в стиле игра под мидом. Так, у нас Дефенс такой гуськом просто проходит под яму. Там их ждет гун в крайней пассивной позиции. Пачка валяется у нас около терриспы. Вот как-то непонятно. Ходлайн, видимо, ждет парней с ковров. А гун, видимо, парней с ямой. Выход под яму. Гун минус Джереми. Тефра. Тефра, близко снимать дистанцию Тефра. Должен убивать. Так, минус гун. Такие позиции нельзя отдавать просто так. Есть девайс у Тефра, но нет арбора. Хьюджин играет один на Б-планете. Хьюджин, Хьюджин. Слышал же, ну как же так. Не среагировал. Бенни. Игра в упоре. Так, а вот так вот его юсп-то его не так. Нет, не выдаст, не выдаст. Не видно его. Слышал парня в упоре. Пострелял. Отошел. И вот рискует его сейчас голову на самом деле получить. Там еще ХМ в ноги дали. Плажка выход. Ох, нет. Билл софстил забирает его просто в наглую. Пройдя с шарта в лифт. И лишь один Тефр остается сейвить свой АКМ. Ну как свой. КМ не совсем, конечно, его. У нас он выбил его лугуна, как мы помним в Аркаде. Но сейвить ему надо. А вот вилл софстил не хочет давать ему сейвить. Хотя у него красный ХП. Ох, ох, хуй. Минус первый. Второго заберет. Да, минус два. Минус два. Потеряв только 25% своего ХП, играя без Армора, забирает одного красного и одного фоллового игрока. Атаки. Мне плохо для экономического раунда. Будет ли закуп в левую у Дефинса или не будет? Нет. Решают не брать. Ну, а туда вот, давайте, тоже можно отыграть. Тефр взял себе Армор, чтобы целиться было попроще. Что у нас пока тут? А тут у нас выход под Б-плент намечается. Наглая игра просто от защиты в миде. Можно попробовать кого-нибудь забрать. Но играется там очень пассивно. Атака понимает, что на Б-пленте уже никого нет. Был инфа от Хатлали, что у нас стопали на миде. Хьюджин, выход под Б-плент, хуйджа, стрельба. Нет, сломает голову Хьюджину. Рубик. Почему-то для этого не показывают Рубика. Джереми. Нет. Накаляет Джереми у нас хаешка, дает ему смоук. И творится какой-то пока непонятный ад на этой карте. Но атака закрепилась. Атака поставила плент. Атака будут деньги. Минус Джереми на шорте. Прострелы у нас здесь. Я сейчас не понял, а кто там простреливал как бы вот шорт, с шорта точнее. То есть сплентал эту позицию. Свои что ли? Странно. Ладно, Бенни. Нет, не смог он выбить. Сдавайся у вас обстила. И Тефра что делает? Правильно, сейвит. Еще раз. Девять, простите, десять, восемь. И защита начинает отставать по раундам. Ну что ж, первый закупочный раунд. Появляется АВП сразу же у Бенни. АВП у Хьюжина. Два АВП на Дефенсин. На Мираже. Ну, вполне себе играбельная схема. Почему бы и нет. Скорее всего один будет Мидл. Один будет Дельпан. Или возможно будет Хлпать с Коннектора. Нет, Тефра ходит под Б. Хьюжин играет Мидл. А атака пока по все фронтам расположилась. Ну, кроме Мидла, пожалуй. Нет у нас АВП у атаки. Ничего делать на Миде. Флэшка. Смоки под выход. Опять-таки получается на план. Сейчас у нас будут реализовываться. На Джереми. Игра под коврами. Рубик на головах. Рубик, кто-то поджигает яму на выход. Дает у смоки на голову. На Джангл. Джереми. Минус флэшка. Была аркада ковров. Хе сразу получают ребята. Уходящие с ямы. Вид. Стрельба. Ой-ой-ой-ой. Не заеждали парня сверху. Но нет. Реакция есть. Минус Джереми. Рубик. Минус Рубик. Вилсов Стилл остается один. Из своей команды. Тефра. Ожидает его выхода сзади. А Бенни играет у нас с Дельпаном. Дельпана. Вилсов Стилл. Медленно идет. Ну вот АВП там есть. Конечно не самый эффективный вариант. Выходить на шефте против АВП. Но нужно как бы ставить плент. А вот Тефра уже подкрадывается. По-моему. С Джангла. Да. Пошел сразу Fire Default. А Вилл стоит за красным. Очень неочевидная позиция Вилсов Стилл. Если по-моему сказать, что он разочекает. Да. Если по-моему сразу же минусуется Вилсов Стилл. Тефра правильно сделала, что подождал. Собрал информацию от тиммейта. И что потом только вышел. А вот выйдя бы он первый. Не был шанс, конечно, чтобы Вилсов Стилл его закроет. 9-10. 9-10. Защита начинает отбирать потихоньку свои раунды. Будет ли закуп? Да, закуп будет. Деньги есть. Почему бы и не брать. Вид АВП. И быстрая игра под ямой. Возможно, ему даже удастся кого-нибудь там убить. Если будет проход. А прохода нет. Никого он там не убьет. На тебе смог. Нет. Видел парня, проходящего под головы. Но не попал. Джереми занимает крайне агрессивную позицию под ямой в упоре. Пачка пока у нас на нуле. А Джереми играет в упоре. Джереми аркада. Джереми минус Вит. Ой, бенни минус Гун. 25 секунд от начала раунда, ребята. И уже минус 2. Вот таких ошибок делать нельзя. Харлайн получает хаги почти по лицу. Но нет. Остается целым. Хивджин. Прострел у нас парня, играющего на коврах. Вот здесь вот. Но что-то как-то не зашло. Харлайн крайне аккуратно просочился в Смоук. Занимает очень выгодную для него. И наверное подистрил для защиты. Минус усовсилал это Бенни. И что там парня под собой. И попадает по голове над прострелом. Ух-ху-ху. Харлайн минус Бенни. Я сначала даже думал, что он его там не закроет. Рубик. Поджигает нас коннектор. Вот уже три игрока защиты сконцентрированы на планте. Харлайн и Флэшка должны этот раунд как-то брать. Своя команда минус Флэшка сразу же. Просто сыграл Хьюджин из окна. Гостиничного номера своего. Как было бы пропета в одной небезызвестной песне. Она у небезызвестного исполнителя. А 10-10 у нас, дамы и господа. Что у нас по деньгам? По деньгам пока все плохо. Атаки нужно играть экономический. 2-0, 1-9, 2-5, 3, 1-6. Покупать тут, конечно, разве что теки. И все это дело движется под А, простите, под Б плент. Хьюджин у нас играет тоже в крайне неприятной позиции. Вообще, как бы тут две самые неприятные позиции, когда вы играете за дефенс. Это вот где играет Хьюджин. Вот таким образом принимать. Или еще вот в этом позиции в упоре. Она как бы тоже неприятная. Хьюджин. Стрельба Хьюджин. Да, ну и зажим. Хьюджин. Прямо ассистит. Но нет. Гун и Вит. Блоколова шота. Гун еще. Минус Б не на подходе. Рубик. Нельзя давать этот раунд. Рубик и Джереми против Вита и Гуна. Ой-ой-ой. Нет. Синхрон набивает Джереми у нас двоих. И 10-11 становится наш счет. Защита вырывается вперед. Ну что ж. Вот сейчас раунд будет закупочный у атаки. И нельзя давать его. Иначе потом не будет денег. Нужно будет экономить. Ну или играть на установку планета. Что тоже может не получиться. Потому что пока я еще от них такого смока здесь не видел. Сразу же минус. Особение по флешке. Что же это такое-то? 15 секунд к началу раунда уже минус 1. Ребята, это неправильно. Так играть нельзя. Гун у нас с Витом играет в мидл. Пачка валяется на четверке. Джереми. Ох-охой, может не зачекай сейчас парня справа в яме. Джереми. Джереми, Джереми, стрельба. Нет, Света все перестреливает. Ждал он там противника, а вот Джереми там никого не ждал. Хьюджин, стрельба с шарта. Еще через смок, там жуи. Какие все жесткие-то. Хатлайн. Ждание парня под коврами. Попытка зачекать. Есть инфорубик. Справляется стрельбой отлично. Минус хатлайн. Коврах. Еще минус по одному. Человеку дает у нас Рубик. Минус удался в стил. И что ж, атака остается вдвоем. Вит и Гун. Вит пытается зачекать кого-нибудь. Ох, тута реакция. Вит почти закрывает парня в окне, но не попадает. Рубик удостается немножечко от Гуна. Поджигается коннектор. Вит принимает правильное решение играть через лифт. Нужно пытаться его закрывать, но Хьюджин его ждет. Хьюджин. Пачка медленно подходит под Б. 20 секунд. Нужно действовать быстрее. Иначе есть риск не успеть поставить пачку. И остаться без раунда. Но по виду инфа есть. Что как бы намекает по тому, как стоит Хьюджин. Он уже никуда тут не уйдет. Радо, что не покажет нам скилл. Каких-нибудь прыжков, мув. Всякого такого прочего. Но нет. Захочет время. Вит находит Хьюджина в люльке. И 10-12 решили засоверить свои девайсы. И у нас здесь вот небольшие такие. Серия таких вот закупов. Которые закупами в принципе назвать не совсем-то можно. Есть два Галила. Есть Тег. Есть раскидка. Решают ребята до последнего играть. Должны понимать, что если этот раунд сейчас не берут, то потом все будет очень плохо. Хуже, чем могло бы быть, если бы вот сейчас они не покупали. По дефенсу пока все стандартно. Движение погадает Бенни, но нет. Гун его находит. И проходит под Б-плент. Гусор Стил ожидает парня на форсина. Но никого нет. П-про выпад. Тег. 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 хелпующий, если пау Рубика, Рубик, ну нет, Джереми не отдает фраг Рубику, и это 13-10. Что ж, атака ну может все-таки опять взять, я не понимаю пока откуда у них деньги, там были сейвы, там не было раундов, да и за атаку не начисляют деньги, когда вы проигрываете, но девайсы есть. Есть скаут, есть 2 АКМ, 3 АКМ, простите, Галил. А у Дефицца есть полный набор таких ништяков. А Бенни уверена игра, сейчас у нас с коннектора. Бенни минус вид, сразу же, не ждали там парни, у нас видит здесь Бенни. И что, вот есть Вилсов Стилл в коврах разводящий, есть там вообще как флешка, что он там делает, намека тоже непонятно, одного игрока вполне себе хватает. При игре с ковров Хатлайн и Гун играют у нас на миде, у Джереми минус Вилсов Стилл при поджиме. И вот Хатлайн пытается прорваться, но нет, Бенни у нас его закрывает, Гун уходит тоже по четверку, и там есть АВП, которые нужно как-то контрить. Есть АВП, у нас раскидка у флешки, может быть, что-нибудь сделает, конечно. Гун, стрельбой минус В, небо не промахивается в такой простой ситуации. А тут уже поджим. Джереми знает, что делает. Вот если он сейчас топать, сильно не будет. А он не топлив, он на шифте. Есть время, а флешка его ждет. Понимаю, то что поджим уже должен быть. Ну что ж, Джереми. Догадается, шифт отпустить, не догадается. Или может быть тайминг? Тайминг! Какая флешка, Джереми, Джереми зажим! Минус Гун. Джереми USP, Джереми нет, не отпускает он флешку. 14.10. Тайминговая флешка была у нас команда XGIF в Терриспу, но нет, Джереми успел отвернуться. 10.14 у нас пока счет. И у Дефинса... Так, вагай, в Гоу-ТВ, да, все. Отпустил Гоу-ТВ. У Дефинса с экономикой все замечательно просто, а вот у атаки как-то все из раунда в раунд нестабильно. Джереми поджим ковров. Есть парень в коврах. Джереми! Джереми, стрельба зажим! Нет, стек 9 убивает. Коль Джереми на коврах. Практически Джереми не нанес ему дамаги. Снял только, как видите, 22 хп. И атака пока разворачивается под аплент. Бенни, стрельба. Нет, не попадает на СВП. Бенни, Хьюджин, разве, убивает флешку? Убивает флешку при попытке пробраться в окно, видимо, ли, зачем кого-нибудь там? Хьюджин слепас АВП. Минус вид. Еще Хьюджин. Ну, что они делают? Они даются по одному просто. А в Эперу Хьюджин 5-7. Минус Wealth of Steel и что? Опять матчпоинтов для команды XGIF и один лишь раунд, который нужно взять для команды Binary Dragon. Опять появляются 2 АКМа у нас. Даже 3 АКМа у команды XGIF. Сейчас будет, наверное, 4-й. Нет, там вообще появляется АВП. Ну, деньги, по-моему, на черные бренки берут. Ей-болу. Или где-нибудь кризис какой-то взяли? Плентов нет, ничего нет, а? Деньги есть. Хьюджин. Вот сейчас мог слиться, между прочим. Нет. Хатлайн у нас минусуется Хьюджином. Повезло, что ОПП промахнулись в первых выстрелах. Джереми минус в силу, Рубик минус Гун. А подиректор мне не хочет упорно все это показывать. Хьюджин. Нет. Бэй не закрывает Вита. И что ж, друзья. Первая карта у нас за командой Binary Dragon. Совсем скоро я вернусь. Комментирую. У нас ожидают игры между командой Binary Dragon и коллективом Monnit. Опа, коллектива из России. Сейчас я немножко почитаю чатик. В чатах я читаю.